Здравствуйте! С вами обзор вечерних чрезвычайных происшествий и в студии Николай Борисов. Причиной пожара в 12-квартирном доме Тампонского района Якутии стал поджог. Возбуждено уголовное дело. Напомним, 12 января этого года в селе Тополиное случился пожар. В жилом доме, после которого остались без крова 40 человек из 12 семей, в настоящее время граждане проживают у родственников. Их расселение в маневренный жилой фонд и дальнейшее восстановление жилищных прав находится на особом контроле прокуратуры района. Дом был введен в декабре 2016 года. А в Якутске мужчина представил инспекторам ДПС водительского удостоверения с признаками подделки. 6 февраля грузовая автомашина снесла линию тепловодоснабжения. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС было установлено, что 49-летний водитель не рассчитал габариты своего транспортного средства и совершил наезд на теплотрассу. Водитель предъявил инспекторам документы на авто и водительское удостоверение. Инспекторы заметили признаки подделки, несовпадение цветовой гаммы, рисунка и смазанный шрифт. Проверка по базе данных лишь подтвердила предположение. Водительское удостоверение с таким номером не числится. Где приобрел подделку, мужчина рассказать не смог. Удостоверение было изъято, а мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка. Тем временем в Якутске столкнулись большегруз и машина медицины катастроф. ДТП произошло на перекрестке улиц Пирогова и Петра Алексеева. По предводительной информации ГИБДД, КАМАЗ следовал по улице Петра Алексеева со стороны Монетаха. У вас медицинный катастроф двигался по улице Стадухина. В сторону улицы Пирогова есть пострадавший. Сегодня, 8 февраля, в 12 часов 10 минут поступила информация о том, что на перекрестке улиц Пирогова и Петра Алексеева произошло столкновение двух автомашин. Участник, который является автомашина КАМАЗ и автомашина УАЗ службы медицины катастроф. На данный момент информация только есть по одному пострадавшему человеку при данном транспортном происшествии. Сейчас остальное устанавливается. Анар Алахверанов, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений пауэрлифтера Андрея Драчева на судебном заседании в Хабаровске, заявил о своей невиновности. Но при этом извинился перед семьей убитого. Хабаровский краевой суд в четверг начал рассмотрение дела об убийстве чемпиона мира и Европы. На скамье подсудимых боец смешанных единоборств Анар Алахверанов. Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с подсудимым. У кафе в центре Хабаровска конфликт возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки. В ходе последней Алахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил ближайшего с голову кулаком. После гибели оппонента Алахверанов скрылся. Спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу. Из-за участившихся пожаров и гибели людей сотрудники МЧС, противопожарной службы Якутии, МВД и соцзащиты начали профилактические рейды по зонам риска. Жителям проводят инструктаж по соблюдению правил безопасности и действий при возникновении пожара в дневное и ночное время. Акция продлится до конца февраля. Пока в столице предупреждают пожары, в мирном городские службы наконец устранили последствия разлива ручей Безымянный. Проезжая часть улицы Логовой функционирует в штатном режиме. Ранее мы сообщали, что разлив воды произошел в 700 метрах от рудника МИР. По словам жителей, два года назад подобное уже случалось в этом районе. Сотрудники экологического контроля взяли пробу воды на экспертизу. Вчера по факту выхода воды на проезжую часть, государственные инспекторы Мирненского комитета охраны природы выезжали на место. Произведен осмотр территории и отобраны пробы воды. В настоящее время пробы воды проводятся химические анализы. Оперативная информация была направлена в адрес управления Росприроднадзора по республике Саха-Якутия, Росттехнадзора Ленского управления. И направлены запросы в Мирненский район в администрации, город Мирный и Акал-Роса. Впервые в истории России на свободу вышел осужденный на пожизненное. Преступник ранее отсидел 15 лет за убийство. В крайний раз его приговорили к смертной казни в 1998 году, но эту меру отменили. Приговор Анвару Масалимову изменили на пожизненное заключение, которое он отбывал за полярным кругом в колонии «Полярная звезда». Убийца писал жалобы на приговор и все-таки добился исключения признания себя особо опасным рецидивистом. После этого Вологодский областной суд признал, что с наказанием можно смягчить. Его выпустили с формулировкой в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного, сообщает московский комсомолец. В завершении нашего выпуска новость из-за разряда и смех и грех. Курьезный случай произошел на Аляске. Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт. Причина – голый мужчина на борту. Он закрыл себя в туалете, пишет газета.ру. На борту судна был человек, который забаррикардировался или заперся в ванной в туалете. Бортпроводники обнаружили, что этот человек обнажен, сообщил представитель аэропорта. Пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию, однако развернули судно. После приземления мужчины увели сотрудники ФБР. Как стало известно позже, обвиняемому экспедиционисту не стали выдвигать больших обвинений. На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин